доброго времени суток коллеги сегодня вам расскажу про один очень интересный rest клиент я расскажу про принципе которыми я придерживаюсь при выборе этих клиентов ну и в общем то давайте чтоб не терять времени я немножко по клику и так я хочу вам представить insomnia rest клиент который на самом деле появился достаточно недавно в интернет существует очень большое количество rest клиентов например наверняка вам известно там посман ну или другие подобные варианты advanced rest клиенты в общем клиентов на самом деле очень много они все отличаются по ценалу по возможности использования в тех или иных ситуациях например командная разработка или там приватная то есть частная я выбрал insomnia не так давно только потому что у нее есть некоторые преимущества в общем внешний вид у нее как вы видите на экране на самом деле очень разные у нее поддерживается темы все основные тезисы которые я вот взял для себя лично и вам их озвучил но первым делом это конечно простота клиент на самом деле действительно очень прост поддерживает разные форматы в том числе и форматы посмана в некоторых вариантах скажем так в общем он бесплатный на самом деле есть конечно него платные фишечки но еще очень интересно у него есть такая способность как шаблонирование то есть он может подставлять шаблоны в урлы в параметры я вот надеюсь что он сейчас чуть попозже покажу это также очень хорошая поддержка рабочих столов и контуров ну например рабочий стол для какого-то конкретного сайта вы можете создать свой собственный рабочий стол к которому будет привязываться все остальные реквесты папки собственно говоря переменные вот вы можете вот потом рабочий стол экспортировать но и в общем то внутри этого рабочего стола например у вас есть сайт который имеет там девелоп рабочую так сказать контур продакшен стейдж ну quality assurance то есть куа ну и там просто неважно в общем вот эти вот в рабочих контуре контуры можно легко создавать в рабочих столах это на самом деле очень неудобно ну и собственно говоря нельзя не коснуться интерфейса он такой упрощенный мне ну и в общем то я уже упомянул про командную работу правда немножко платный вариант но в общем для частного использования мне кажется это очень удобный вариант в общем я думаю что сама проще показать это все на примере ну и пример будет у нас такое посещение музея юмора так я переключился в инсомнию так сказать она теперь чистенькая на рабочем столе у меня открыто и в общем то давайте начнем собственно грязь чего нужно начать я обычным делом для начала создаю какой-то workspace а ну для начала давайте вам представлю что что имеется ввиду у меня есть сайт называется colobongo.com на нем собраны всякие разные анекдоты истории выражения стишки в общем здесь есть как бы две колонки так получается рекламирую сайт но неважно суть в том что есть какой-то вот музей юмора да в котором собраны понравившиеся мне анекдоты но суть в том что для этого музея юмора есть API вот собственно говоря этот API мы будем смотреть вернее мы будем изучать как работает инсомния например этого API пусть некоторые посчитают это реклама но это же мой сайт и собственно говоря в общем давайте начнем ну и поэтому я первым что делаю я называю какой-нибудь допочитаемый название дают для нового namespace ну в данном случае будет называться colobongo.com ничего умнее к сожалению на данный момент не придумал и таким образом я вижу уже вот в этом месте название непосредственно моего рабочего стола рабочего места и первым делом что мне нужно сделать ну для начала сделать какую-то папку если у меня подразумевается некоторое количество там разных там контроллеров например вот я разбиваю по контроллерам очень удобно и полезно но в данном случае давайте я создам папку допустим какой-нибудь там humor да вот так вот ну вот такая вот у меня интересная папка теперь вот в этой папке я соответственно могу создать новый request в общем то давайте вот так вот для начала сделаю вот что мне собственно говоря понравилось это то что вот есть такая фишечка на самом деле мне кажется очень удобно первый раз когда нажимаю она говорит что удаление готова второй раз видите загорается второй раз когда нажимаю она удаляет мне кажется это очень удобно не нужно всяких там окошек двигать мышку а дабл-клик все очень хорошо решает ну и раз у нас уже нужно писать первый request давайте возьмем там но пусть будет дефолт правильно писал да дефолт но пусть будет create и в общем то с чего требуется начать понятно дело что нужно сюда написать какой-то там API какой-то смысле URL но я вот с чего начну смотрите есть такое понятие как environment то есть там как бы среда выполнения в данном варианте у меня это примерно работает таким образом я могу сделать это опять же json файл конфигурации я создам протокол который буду использовать то есть возможно я использовать буду хттп тогда мне будет подставлять а нет я не так сейчас напишу я так вот напишу протокол да то есть и данный момент напишу хттп пусть будет даже с то есть это то какой будет подставляться у меня URL то есть сейчас я вот тогда доделаю и покажу смотрите дальше у меня нужно написать какой-то адрес ну у меня уже хттп есть давайте вот тогда напишу вот так вот двоеточие два слышали чтобы уже было до конца дальше соответственно мне нужно написать URL сайт да я вот так напишу и ну собственно говоря тут нужно как говорится дописать уже тот самый колобонга ком написал ком вот ну и если уж пойти дальше то теоретически я должен написать какими-то API пас ну он у меня естественно будет API ну потому что я знаю что там он лежит на API и даже можно пойти дальше здесь написать версия неправильно написал версия и собственно придать добавить вот слэш в 2 вот таким вот образом и перед дп я поставлю слэш и в общем то смотрите у меня получилось такой вот разбита на части мой URL теоретически если у меня будет и присутствовать разные версии то я могу вот этими вот так называемыми шаблонами подставлять непосредственно нужную мне версию ну в данном варианте смотрите напишу пытаясь написать какой шаблоны подставляю и я уж не помню что это написала сейчас я открою посмотрю API URL API версия версия URL API нажимаю Ctrl проберу выскакивает подсказка ну и собственно говоря версии теоретически у меня сейчас вот в этом месте организовался мой тот самый URL который мне нужно написать но так как я использую допустим систему подстановок мне нужно еще тогда придумать смотрите на самом деле вот можно сделать суп то есть как это под так называемый контур в котором прописать разные версии или допустим настройки для продакшена или там QA ну quality assurance или допустим staging или develop но так как мне этого не нужно я этого делать соответственно не буду ну и в общем то давайте пока на этом остановимся с шаблонированием здесь вот у меня нужно написать вот такой вот контроллер да вот он называется он юмор ну и надо сказать что у меня он выполняет пост теоретически если я сейчас делаю запрос ну как видите я получил вот какой-то там случайный так сказать экспонат в общем вот эта вот версия как раз работает по такому принципу что в посте отправляется на вот этот версия война вот этот вот url который целиком звучит как https колобонга slash fps slash v2 slash humor ну и в общем то здесь вот можно посмотреть кстати как он его собирает тоже на самом деле очень удобно ну и в общем то есть еще плюсы когда я смогу скопировать этот вот в курл то есть выполнить его в любом другом даже из командной строки если мне курл установлен ну и собственно говоря могу сгенерировать код который мне выполнит это могу прикрепить в общем то это очень удобно ну и самый крутой вариант мне кажется что как только создал вот этот humor так как у меня возможны и другие дополнительные параметры я нажимаю control d мне появляется уже другая так копия этого же объекта этого же запроса надо сказать что вот этот вот объект вот этот api работает по простому принципу если запринеть запрашивать никаких параметров то он выдает из всех категорий а их семь стишки анекдоты истории фразы из речи ну в общем их семь вот он исхажет из любой категории выбирает случайно и просто показывает его также существует вероятно создать дополнительные запросы то есть дополнительные параметры в этом запросе например я могу указать какой-нибудь конкретный идентификатор 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 правильно сказать но для этого мне нужно уже вот сюда в базе пропихнуть вот такого джейсон я сюда должен написать айди ну и пусть это будет вам 34 34 во первых это должен быть джейсон соответственно он должен иметь кавычки и теоретически если сейчас нажму на эту запись выполнится вот обратите внимание что мне идентификатор пришел 34 до тот который был запрошен так ну неважно давайте попробуем другое какой-нибудь там 2356 есть такой ну такой вряд ли есть их немного на самом деле 2345 есть такой есть ну это на тот случай если вы знаете какое точно нужно следствие следующий дернуть как вы видите все приходит в html плохо что вот этот вот инсомния не может их отобразить формате html но джейсон мне в принципе достаточно хотя можно еще raw код сделать и сохранить вот в разные варианты то есть response или там full request full response в общем какие еще есть параметры но опять же я сделаю control b скопирую раз у меня уже тут заложено то есть другой вариант выполнить категории сейчас я вспомню секундочку кать давайте большую в кавычках сразу напишу к к не категории каталокс каталокс то есть какие каталоги будут использования сюда нужно передать рэй но вот я пока вот так вот сделаю запрос проверить что он работает это анекдоты ну теперь мы знаем что один это анекдоты более того теперь я могу снова воспользоваться вот это вот environment там так сказать да и вот сказать нек дот и написать что это назначение 1 теперь соответственно я могу сюда вместо вот этой цифры написать нек дот и вот могу когда правильно все делают тогда могу вот и теоретически я сейчас тоже получаю анекдот да действительно категория холме то есть зал так называемый музея анекдоты ну и как вы понимаете если сейчас начну стоп а если сейчас начну дописывать в общем я честно говоря не помню какие там это самое стоит существует достаточно давно и уже просто физически не помню давайте напишем 2 и сотрем 155 кстати тоже выполняет это у нас истории значит я могу сюда смело дописать что , я даже вот так могу копировать продублировать написать 2 и это будет истории нет неправильно написал но привычка писать все по-английски по за это прошу меня простить хотя вы можете конечно же писать и по-русски вот я пока закрываю сейчас напишу 3 f5 это что у нас это афоризмы честно я не знаю как по английские афоризмы ну поэтому напишу афоризм 3 отлично так еще 4 это у нас разное ну хорошо пусть будет разное афоризм 4 и собственно говоря надо давайте я ускорю процесс и перемотаю потом ну в общем то вот как вы видите работает я поставил все это то есть я теперь наглядно могу видеть какие запросы отправляя ну и в общем то давайте пока давайте как-то это давайте переменуем дабл клик позволяет переименовать вы до категорий и и с в общем для теста в общем давайте так сделала control д сделаю какой-нибудь какой-нибудь вид категория ну сделаем давайте вид анекдот вот вот соответственно здесь я могу что такое не попадаю на эту кнопочку и пытаюсь их стереть вот я возьму только анекдоты давайте проверим что это работает действительно это работает они ну и допустим я могу сделать еще одну какую-то это доты допустим давайте так а тут в общем взрослые да я вот так вот напишу есть у меня там анекдоты они на самом деле разного содержания в том числе есть и немножко матершины вот прошу не судить меня строго делал сайт очень давно но для того чтобы на них собственно говоря попасть нужно поставить из адулт по моему труси секундочку потрачу немножечко вашего времени драгоценного и вот вспомни да то есть я хочу анекдоты я хочу из адулт но смысле взрослый переводе с английского я напишу трус делать сейчас и в 5 то есть этот параметр позволяет включить в список выборки то есть генерацию случайных еще дополнительные анекдоты которые ну как бы взрослого содержания в общем имейте ввиду это опасный параметр не примените его если вам не исполнилось 18 лет ну в общем есть вот так вот сильно кликать то можно нарваться на матершин анекдот но или допустим опс опять не попал или допустим нам допустим адрда какой-нибудь изречение это как бы не дает гарантии что все они будут матершины но с другой стороны дает возможность получать не только получается вот так вот не только простые высказывания но и собственно говоря вот матершинного содержания в общем я на самом деле не так давно пользуюсь этим клиентом но мне он очень понравился потому что у него очень достаточно быстрый старт не нужно куда-то что-то дополнительно сохранять потому что уже все создано автоматически сохраняется более того я говорил про настройки настройки можно экспортировать импортировать на самом деле импорт возможен я вам сейчас упрям покажу с разных форматов то есть на самом деле много чего он понимает вот опять же есть в настройках полезная штука такая как темы вот видите их на самом деле сколько ну нельзя не сказать про плагины то есть плагины на самом деле достаточно удобно удобная штука она сейчас так мне кажется только самом деле развивается у этого проекта но имеет очень большие мне кажется придет идущие планы то есть вы можете параметры перед тем как отправить их на сервер обработать по специальным там механизм более того можете написать и реализовать свои плагины это на самом деле очень удобно но и в общем и пост обработка существует помимо этого есть большое количество шоткатов если быстренько выучите там все наизусть то будет очень на самом деле просто но и собственно я не могу сказать про платную версию вот есть много достаточно интересных фишечек вот но в основном не касается коллективной разработки а так как вот я одиночка можно сказать псих вот одиночка да то есть получается что мне вот этого достаточно и большая большой плюс то что будем вот в данном варианте можно увидеть весь таймлайн так называемый то есть запрос от начала до конца сколько потрачено что отправлено обычно все эти дают в разных вариантах нельзя сказать про авторизацию аутентификацию но на самом деле тоже широкий выбор имеет от токена который используется микросирсной архитектуре которые я представил шаблон нимбл и предыдущего версии я вот использую для тестов вот этот вот на самом деле клиент ну и в общем то вот в эти вот квери как вы понимаете также можно подставлять ну например я могу сюда вот подставить там как вы понимаете вот эти вот как значение параметра ну как типы параметров как их название так и допустим значение то есть что это дает это дает очень простую и полезную вещь когда здесь вот в одном месте поменяю v1 на v3 у меня вот этот запрос или все вот эти запросы автоматически станут работать с версией v3 мне кажется это очень удобно ну и в общем помимо того что есть запросы к ним можно писать описание ну как вы понимаете возможности это для командной разработки но тем не менее если допустим вот так я давно уже написал этот клиент в смысле и 5 и 5 для своего сайта колобонга ком в общем залезть посмотреть что там чего и как было бы очень удобно вот к сожалению тот момент не было и и ладно я думаю что инструмент я вам показал мне показалось и было продуктивно я попытался максимально сократить видео чтобы не тратить ваше личное время но и в общем то пожалуйста пишите вопросы есть есть какие-то дополнительные фишки рассказывайте может быть я чего-то не знаю или расскажите про свои клиенты давайте давайте общаться и всего доброго